марина ты сегодня кушала что-нибудь я уже не ем серьезно честно я пью только воду у нас есть речка неподалеку здесь я туда ходила набирала воды в бутылке дорогие друзья уважаемые зрители всем добрый день ну вот мы приехали к марине купили покушать чуть-чуть большое всем кстати спасибо пирожки танкова ну давайте будем смотреть фонарик так ребят у меня тоже фонарик не включать но в принципе вот эта комнатушка сами видите холодно так стены ну вот эта кровать и вот так вы марина спите живет на улице посветлее до тяжело что-то встала в последнее время и ноги стали болеть опухать ну давайте марина рассказывать с самого начала что вообще как у вас это все произошло то есть я так понимаю родители от вас совсем отказались до родственники есть все и мама и папа и бабушка и дедушка но все отказались от меня категорически вот сами вы откуда зарядку вообще я сама серебрянка серебряна это потом почти возле зарядка вот у меня там живет вся родня и в июле до в июле я обратилась к ним за помощью о том что парень меня бросил я обратилась к ним за помощью что негде жить и что я в положении что мне некуда деваться отец отказал в помощи сказал что как ты уже взрослая делай что хочешь сама отправлять сюда да сама справляйся что если в ты по-русски сказать подохнешь где-то с ребенком нам будет все равно мы захороним поплачем и забудем что умрешь нам всем легче станет серьезно и вот в этот же день я помню даже 7 июля это было вот как я рассказала его обо всем об этом в этот же день я пошла в милицию чтобы они мне помогли как-то но в итоге они мне не помогли и в это время пока я голодная ходила обращалась за помощью отец меня выписал дома где жила раньше все детство и данный момент я осталась без прописки вообще бомж и все сколько ты сейчас лет и все и я все лето мыкалась а мыкалась а все лето я провела в больнице в серебрянке я даже уже от отчаяния уже обратилась в больницу хотя бы там пока хотя бы там чтобы хотя бы где есть пожить помыться и покушать и вот с 8 июля по 1 сентября я жила в больнице вот они не кормили и все я проходила обследование но 1 сентября они меня попросили уже туда уйти что уже как главврач ругается все не положено я уехала вот на эту дачу сюда и вот по сей день я живу здесь это дача что задача расскажу чья как она вообще эта дача была приобретена в прошлом году я еще на тот момент жила с парнем со своим у него тоже нету родственников и как нету помощи и на тот момент мы узнали что выдают микрокредит компании мы пошли взяли микрокредит вот нам дали и потом вот нашли вот эту дачу и вот на этот микрокредит взяли дачу то есть я на себя взяла этот кредит и купили вот эту дачу она без света без всего с долгами ну чтобы хотя бы где-то было ночевать и вот еще на данный момент у меня висит теперь и кредит на моей шее а парня уже нет а парня уже что с ним случилось он ушел куда-то или как он он испугался трудностей что вот нет ни работы ни денег ни дома ничего что я еще беременную вот бросил меня одну и все и пропал то есть данный момент я осталась а совсем одна без всего тяжелую ситуацию конечно сейчас уже холодно даже обувки нету ни на ось и не на зиму какой-то размер какой-то размер ноги 39 40 ребят может есть у кого-то теплые вещи одежда ботинки давайте поможем кто чем сможет жильем надо что-то решить потому что мой как-то так в общем марина ты сегодня кушала что-нибудь я уже не ем серьезно честно я пью только воду у нас есть речка неподалеку здесь я туда ходила набирала воды в бутылке а вот даже колонки нету колонки нету вообще то есть все заново делать надо тут то есть воду прям встречки пиваешь давай покушает купил все что смог ну лишь по-быстрому тоже заново остановились надеюсь дальше чем-то поможем как говорится с миру по нитке все по чуть-чуть и ребят кстати выражая огромную благодарность таксисту зовут его мир вы не поверите но он меня сюда это получается со стрелки до аэропорта вот даю ли до дачи довез бесплатно он сейчас нас ждет и повезет обратно то есть это бесплатно он меня все это блин огромная благодарность а мир я сюда выложу эту фотографию спасибо большое что есть такие люди серьезно кушай кушай только быстро не ешь то знаешь говорят когда долго человек не ест потом начинает есть почему много не дают потому что него может быть заврата кишок или как называется слышала такого кушай кушай это молодец что к нам обратилась здесь не переживай поможем обязательно по чуть-чуть по возможности марина тот говорил тебя парень обижал туда было такое что выпивал распускал руки тоже много раз много всего было то есть такая молодая уже пережила прям все это да да уже кажется как будто я уже не 25 лет на всех такой опыт только всего перенесла что уже печальный печальный опыт на самом деле ребят ну давайте будем ролик на этом завершать юли пожелаем приятного аппетита и давайте по возможности кто чем сможет отправлять свои предложения в директ поможем юли встать на ноги в жизни всего хорошего у юля марина ребят прошу просим не знаю почему но называем арену юли все всего хорошего прошу всех неравнодушных людей помочь кто чем сможет неважно чем кто чем кто на что